Споры о раздельном образовании в нашей стране ведутся уже давно. Одни говорят, что такая задумка только во благо, другие же видят не вред. Где истинное, как найти ту самую середину, раздельное обучение, пережиток прошлого или хорошая идея будущего, взвесим все за и против. Говорят, что новое, хорошо забытое старое, еще в 18 веке практиковалось отдельное женское воспитание. Во время Великой Отечественной войны мальчики и девочки тоже просвещались порознь. Что касается нашего века и нашей страны, то женская гимназия в Жодино – единственное учреждение, где вход разрешен только девушкам, так сказать, институт благородных девиц. Именно в воспитательном плане раздельное образование мы считаем это самый удачный момент, потому что мальчики и девочки развиваются психологически по-разному, и на разных этапах их возрастных нужно говорить о разных вещах. Помимо стандартных школьных предметов, девочкам преподают уроки этикета, хореографии, вокала, что называется, скучать особо времени нет. Ученицы гимназии – постоянные участницы различных конкурсов и мероприятий. Намного интереснее учиться с девочками, то есть не перед кем надо одеваться как-то красиво, ты будешь просто в школу, чтобы учиться, больше уделяешь внимание именно учебе, и это очень помогает потом при дальнейшем поступлении. Хорошо, что мы не учимся с мальчиками, потому что они нам не мешают, нам легче, мы очень дружный коллектив вообще по всей школе, с учителями хорошие отношения у нас, мы чувствуем себя как дома. Похожая ситуация и в одном из столичных кадетских училищ, где мужественность и отвагу преподают только сильному полу. Военный устав, строевой шаг, закаленный характер – женственности здесь места нет. Девочек нет, это как-то не отвлекает от учебы. Хотелось бы учиться с ним, ну, так более-менее общаться, ну, а так, в принципе, это даже плюс, я считаю. От учебы ничего не отвлекает. С одной стороны, я считаю, что это неплохо, потому что все наше внимание сконстрировано только на учебе и спорте. Но, с другой стороны, порой не хватает женского тепла, женского внимания. Не секрет, что девочки созревают раньше мальчиков, но уже с 15 лет развитие юношей начинает наверстывать упущенное. По словам психолога, в процессе раздельного образования как есть свои плюсы, так есть и минусы. Раздельное обучение – это неплохо, нехорошо. Главное психология обучения – это чтобы была выдержана гендерность. То есть, что такое гендерное обучение? В каждом у нас есть, неважно, мужчина, женщина, есть мужское и женское. Главное, чтобы это было достаточно поддержано и то, и то. К процессу обучения каждый родитель должен подходить обдуманно и осознанно. И какой бы тип просвещения вы бы не выбрали своему ребенку, помните, азы воспитания закладываются именно в семье. Виктория Ходосок, Илья Пучко, Илья Максимов. Об убедительных аргументах и достоверных фактах для «Утро» в студии хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok